Кем бы не считал себя человек, венцом творения или царем на земле, природа порой очень жестко дает понять, кто на самом деле в доме хозяин. Явление природы, против которых человек бессилен в этом видео. Так выглядит торнадо в штате Вайоминг. Просто представьте себе всю мощь и масштабы этого разрушительного явления природы. И да, лучше убраться от него как можно подальше. Пыльный дьявол. Менее габаритное явление, но его название говорит само за себя. Оно чрезвычайно непредсказуемо и опасно. Ливень в тандеме с ураганным ветром. Это тот случай, когда лучше не выходить из дома без надобности. А еще лучше вообще не выходить. После стихии иногда все выглядит так, словно прошлась парочка армий. Это штат Луизиана. Редкий случай, когда приближение тумана можно наблюдать настолько четко. Все потому, что его гонит сильный ветер. Иногда шторм может разрушить все романтические планы на уикенд. Сумасшедший ветер несет с пляжа Виндии огромное количество водяных брызг. Какой уж теперь отдых. На Гавайях охотников за волнами не испугать. Они ждут очередную, чтобы покорить ее. Но та, которая родилась у самого побережья, была настолько огромной, что шокировало даже бывалых. Место покорения серферам пришлось спасаться, ныряя на глубину. Это именно то, что видят все члены экипажа, когда корабль попадает в шторм. Во время сильного шторма это ощущается даже в самой глубокой части машинного отделения, которое просто ходит худуном. С нефтяной вышки все выглядит не менее страшно. От силы удара волны даже сверхпрочные металлические опоры покачиваются. Порой после шторма корабль выглядит не самым лучшим образом. И это лучше всего описывает то, через что ему довелось пройти. Напора воды не выдержал даже мост. Хорошо, что в тот момент он оказался совершенно пустым. Селевые потоки с гор настолько сильны, что все, что попадается на пути, тут же уносится вниз. Даже если это были вполне капитальные постройки. А это тот момент, когда все только начинается. Иногда специально устраивает ловушки, которые способны приостановить и перенаправить огромные массы грязи. Ситуация порой складывается критическая, если лавина доходит до дорог. Спастись от нее можно только скоростью. Приближение пыльной бури, это как сцена из триллера. Она и в реальности так же страшна и опасна. Правда, двигается немного медленнее. Потому идут на риск все, кто хочет заполучить вирусную фотку в инстаграме. Всего одна ночь в Крайнем Севере, и вы не узнаете свой автомобиль. И не только потому, что она будет покрыта снегом. Некоторые узлы придется размораживать. И не факт, что удачно. Вряд ли парень ожидал, что снежок, запущенный им в снежную шапку на крыше, спровоцирует такой эффект домино. Вероятно всего, завихрения воздушных потоков создали такой сюрреализм. Но то, что это выглядит немного комично и в то же время пугающее, это точно. Снежная лавина – зрелище завораживающее. Особенно за ней интересно наблюдать с приличного расстояния. Если обращать внимание на жителей некоторых районов Кубы, то складывается ощущение, что водяные смерчи для них явление обычное. А в Сочи водяной смерч повел себя более чем странно. Он быстро надвигался, но распался буквально в паре метров от побережья. Это выглядело как предупреждение или угроза. Борьба со стихией иногда оборачивается неожиданной стороной. Словно шутя, ветер поднял и перенес плохо закрепленный тент, зашвырнув его на стоянку авто. Наводнение опасно для всех, кто находится на близлежащих территориях. Достаточно просто взглянуть на то, как выглядит тысячи тонн воды, несущейся с бешеным ревом. Пока русло удерживает поток воды, но смотрится жутко. Уже сейчас мимо проплывают огромные металлические цистерны. Водяные воронки до сих пор до конца не изучены, хотя среди них есть те, в спирали которых свободно скроется лодка длиной несколько метров. От такого шторма может пострадать даже то, что находится довольно далеко от пляжа. Ну а силу таких цунами легко понять, потому с какой легкостью они сметают все на пути. Все, что может делать мужчина за кадром, это снимать и ругаться. Ураган Чехии за пару минут успел наломать дров. А эта стихия на реке Йеллустон только что смыла дом мужчины прямо на его глазах. Пыльный туман в Сербии возник на трассе совершенно неожиданно. Пару минут и, видимо, снизилась до критического уровня. Раскол и приворот айсберга для севера явление нередкое, но когда видишь подобные впервые, мурашки по коже так и бегут. А вот жителям Онтарио доводилось наблюдать другие ледники. Ледяное цунами высотой в 9 метров спровоцировал мощный ветер, который попросту поднимал огромные глыбы льда. Циклон в Индии в 2016 году повлек множество разрушений. Порывы ветра просто переворачивали машины словно игрушки. Огромные градины создали на поверхности воды множество мини-тайфунов. Очень не хотелось бы ощутить их на себе. Что и говорить, если льдины пробивали стекла в авто. Теперь вы понимаете, почему в таких местах используется триплекс. Но в 2020 году град Техаси побил все рекорды. Достаточно посмотреть на фото, чтобы ужаснуться. А в Мексике годом ранее жители Гвадалахары после сильного града вышли на улицы и увидели, что все покрыто слоем льда. Местами он достигал полтора метров. В том же 2020 году служба спасения Калифорнии успела вовремя предугадать появление огненного торнадо. Все, кто находился в зоне риска, были предупреждены. Никто не пострадал, хотя зрелище было устрашающее. Этот неприятный инцидент произошел на прогулочном катере во время шторма. Даже бронированные стекла не могут устоять перед натиском большого объема воды. Побережье Японии часто подвергается воздействию цунами. После таких волн приходится долго приходить в себя и отстраивать города. Стихия всегда находит слабые места. Работники заведения знают об этом от первого лица. Становится понятным выражение синоптиков местами сильной ливни. Вот они, эти самые места. Недовольны погодой, сейчас все покажется вам ерундой по сравнению с ураганом, который едва не разнес весь дом. А тут удалось заснять самое начало жуткого урагана. Звенящая тишина ничего хорошего не обещала, и спустя пару минут ветер уже ломал и крушил все на своем пути. Если забыть, насколько молния страшна, то можно найти особое очарование в том, как причудливо она разрезает темное небо. Розовый вулкан на деле не так романтичен, как может показаться. Выбросы пепла окрасились такой оттенок в лучах восходящего солнца. Некоторым удается извлечь выгоду даже от шторма. Вместе с водой было выброшено много рыбы, так что местные жители немного компенсируют себе убытки. Вот и мы желаем вам находить позитив, несмотря ни на что. А еще смотрите другие наши подборки. Субтитры создавал DimaTorzok